Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ. Меня зовут Александр Вальбан. Программа «Разбор полетов» и сегодня я беседую со своим коллегой, другом, ведущим радиостанции РЭКа Цви Зильберон. Добрый день! Тема достаточно, на мой взгляд, скандальная и одновременно интересная. Ряд ведущих израильских кинодокументалистов обратили к своим коллегам с просьбой изъять из программы Иерусалимского международного кинофестиваля свои фильмы в знак протеста против того, что было принято решение организаторами, якобы организаторами этого кинофестиваля, о том, что фильм известного латвийско-израильского кинодокументалиста Герца Франка, который не сумел до конца довести этот фильм из-за своей смерти в 2013 году, этот фильм закончила россиянка Мария Кравченко, фильм называется «На пороге страха». Так вот, в этом фильме рассказывается о любви убийцы нашего бывшего премьер-министра Ицхака Рабина Игали Амира и его жены Ларисы Амир Трембовлер. В общем-то, я тебе приведу, как обычно у меня бывает, цитату из выступления нашего министра культуры. Амирия Регев сказала по этому поводу следующее. «Недопустимо, чтобы фестиваль, поддерживаемый государством, демонстрировал фильм о мерзавце, убившем главу правительства. Его пули растоптали символ государства, демократию и свободу слова. Эти священные ценности убийца осквернел». Вот на твой взгляд, не противоречит ли госпожа министр сама себе, употребляя в данном случае словосочетание «Свобода слова»? Знаешь, я когда работал на Десятом канале, во времена, когда там еще шло шоу Дуду Топаза покойного, у него одна из передач была посвящена Ларисе Трембовлеру. То есть он с ней встречался, он сделал про нее целый документальный фильм, показал, как она разговаривается с Галем Амиром по телефону, пригласил ее в студию и так далее. Человеку отчаянно был нужен рейтинг. Но, во-первых, рейтинга он не получил. А во-вторых, я могу сказать, что мне было довольно годливо это все смотреть. Я по долгу службы еще должен был все это на русский язык переводить. Мне смотреть на это было годливо. Потому что пытаться показать, что вот она говорит, да, вот я ничего не могла сделать, любовь зла, вот влюбилась я в этого человека, и мне, типа, стало все равно, кто он. Но зрителю-то не все равно, кто он. Зрителю не все равно, и зритель не спешит влюбляться вот в этого негативного персонажа. Ну да ладно, оставим это. Но факт остается фактом, что это Дуду Тапас, любимица кумира израильских левых, символ израильских левых, который назвал избирателей Ликуда чах-чахами. Этот самый Дуду Тапас. И почему-то никто из этого не сделал скандала, почему-то никто не начал отзывать свои пьесы из 10 канала, никто не стал там объявлять 10 каналу какие-то бойкоты. Другое дело, что сейчас немножко изменился момент. И поскольку министр культуры и министр образования решили лишить дотации какие-то там арабские театры, то, соответственно, мы тут же проводим параллель. Мы говорим, мы не расисты. Нет, вот видите, нет, нет. Вот мы запретили арабам, но мы евреям тоже запретили, потому что у нас все равны. Это не так. На самом деле это не так. Фильм «Обегали о мире». И спектакль, прославляющий убийцу евреев в Хаевском детском театре, это совершенно разные вещи. Это вещи из разных плоскостей. Мы очень любим проводить сравнения. Мы обожаем проводить параллели какие-то. Вот я приведу пример для того, чтобы проиллюстрировать, что я хочу сказать. Вот когда Нетаньяу перед выборами сказал, вот арабов автобусами везут на избирательные участки. И народ пошел голосовать за Аликут. Американцы пытались это дело понять и говорят, посмотрите, премьер-министр, вот можете себе представить, что когда мы выбрали Обаму, кто-то бы сказал, вот афроамериканцы идут толпами голосовать, я призываю белых, значит, тоже выйти и проголосовать против. Но кто-то из американских телеведущих, Конан Брайан, может быть я ошибаюсь, не помню кто, он внес в это сравнение очень большую коррективу. Говорит, да, а теперь представьте себе, что Соединенные Штаты были бы окружены 25 государствами, населенными африканцами, которые все были бы с нами в состоянии войны, и последняя война закончилась полгода назад. А теперь давайте проводить параллель. То же самое и здесь. Израильский арабский сектор на сегодняшний день находится в стороне от израильской демократии. Там нет никакой демократии, там нет никакого плюрализма. Там малейшее проявление плюрализма тут же давится, вплоть до физической расправы. Возьмите этого мальчика Мухаммада Зуаби, родственницы нашей депутатки Кнессета, который говорит, я израильтянин и ходит с израильским флагом. Ребенка просто вывозили отсюда, потому что была реальная угроза его жизни. Возьмите активистку еврейского дома Анет Хаски, у которой израильская арабка, мусульманка, у которой сыновья служат дивизии Голани, и которая является, говорит, я чувствую себя израильтянкой, я считаю себя гражданкой Израиля, еврейского государства. То же самое. Она получает угрозы ежедневно, угрозы, проклятия и так далее. Если бы была такая ситуация, что арабский театр ставил бы пьесу о мирном сосуществовании, пьесу о том, как прекрасно живут вместе евреи и арабы, и пьесу про арабского террориста можно было говорить, да, плюрализм, демократия, но когда весь репертуар этого театра состоит из каких-то палестинских пропагандистских вещей, и кроме того, давайте не забывать, эти сценарии издаются в арабском мире массово, потому что любой поэт, который берется за эту тему, тут же поднимается и получает огромное количество пьян. — Один маленький нюанс, о котором ты пока не сказал, ведь никто не запрещает в Израиле этому арабскому театру этот спектакль прокатывать, показывать, его только лишает государственного финансирования. — Да, совершенно верно, мы сейчас к этому подойдем, я просто хочу объяснить разницу между фильмом «Убегали о мире» и спектаклем, который ставит Хайвский театр. — Эти антиизраильские пьесы, они обычно лишены какой бы то ни было художественной ценности. Они гоняют туда палестинских детей, арабских детей, просто так, потому что это надо. — И учат ненависти. — Учат ненависти, совершенно верно, и очень хорошо, если это еще можно сделать за деньги евреев. Совершенно верно. И это то, что происходит. В этом секторе нет демократии, в этом секторе нет плюрализма. Я пробовал читать как-то Махмуда Дервиша, это палестинский Пушкин, да, палестинский классик. Ну, извините, друзья, ну, не потому что я еврей, и я не принимаю то, что... Это читать невозможно. Это стихи, которые состоятся из каких-то лозунгов, из передовицы, там, какого-то печатного органа Фатха, там, 80-х годов. — Это палестинский Маяковский. — Совершенно верно. То есть, ну, эти все спектакли с художественной точки зрения ломаного гроша не стоят. Точно так же, как очень просто израильский художник нарисовал свастику и Маген Давид, как-то их так вот переплел, и все, он уже сделал себе пиар, он уже стал знаменитым, он уже там какую-нибудь премию государственную готовит сразу за это. Это все настолько на поверхности, это все настолько прозрачно, это все настолько хорошо видно. Теперь, арабские страны ассигнуют ежегодно огромные миллионы долларов по всему миру на производство вот этой антиизраильской дряни. И на телевидении, и кино, и сериалы всякие, и спектакли, и так далее, и так далее, и так далее. В этих условиях, в этих условиях, израильское государство совершенно вправе не финансировать эту муть. И государство вправе выставить критерии, по которым государственное финансирование будет предоставляться. И в этом смысле, вот опять же, я считаю, что это очень важно подчеркнуть, что мы не запрещаем, мы не запрещаем, пожалуйста, найдите в Кувейте спонсоров, в Катаре спонсора, и ставьте этот спектакль, возите на него бесплатно детишек. Но за деньги евреев это делаться не должно. ЦВИ, в одной из критических статей, посвященных этому запрещенному все-таки фильму, мы вернемся к фильму, пишут следующее, вот, кстати, хочу тебе сказать, очень верное слово выбрал, годливое ощущение. Годливо, вот, мне совсем не хочется смотреть этот фильм, но это, опять же, право любого человека, смотреть или не смотреть. Так вот, там сказано, зрителю становится ясно, что Амир не щаде ада, какими его считают многие израильтяне, а обычный человек. Так а в чем тогда криминал? Помнишь, у Годара есть знаменитая фраза, кино это правда 24 раза в секунду. В чем криминал? Я еще раз хочу повторить тезис, который я уже сказал, что мы всегда хотим во всем быть политкорректными, и когда мы осуждаем мусульманский террор, палестинский террор, мы тут же должны осудить и террор еврейский. Господа, сравните по объему, что такое еврейский террор. Это несколько человек, пять человек, которых мы знаем поименно, всех. Это все, там, Игаль Амир, Амми Поппер, и так далее. То есть мы их знаем всех поименно. Ну, каким образом можно это вообще даже в один ряд ставить? Посмотрите, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Сколько террористов, джихадистов сегодня есть на Ближнем Востоке? Сколько их есть в Африке? Исламское государство, Джибхата Нусра, Бокухара, Мальшабаб, Талибан. Посмотрите, половина исламского мира превращается в какое-то страшное варварское племя. И тут мы говорим, и еврейские террористы. Кто такие эти еврейские террористы? Дети, которые там бегают, играют в кошки-мышки с циалом на территории. Кто такие эти еврейские террористы? Это проблема, которая была придумана исключительно из политкорректности. А то, что ты говоришь по поводу того, что в каждом убийце можно найти человека, безусловно, посади... Дай заказ хорошему сценаристу, хорошему кинодокументалисту. Это, кстати, не наше, это американское. Это американцы увлекались, там, серийные убийцы, публиковали бестселлеры, снимали фильмы и так далее. Классика американцев. Совершенно верно. Так что это не наше. Спасибо, Цви, за этот разговор. Единственное, мне очень хочется верить, что вот эта вся история не связана с тем, что кто-то хочет сделать определенного рода рекламу этому кинофестивалю, потому что иначе это действительно очень мерзко. Спасибо, друзья, за этот разговор. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Спасибо, Цви. Субтитры создавал DimaTorzok